послушаем а текст раиса мельникова и дадим ей обратную связь буквально пару слов там о толстом ваш это автор близко вам вот это мой мой абсолютно мой автор вообще крейсерову сонату я перечитывала много раз воскресенье все произведения это читаются перечитываются и конечно сейчас перечитывая смерть ивана ильича и опять нашла что-то для себя новое вот отдельные какие-то маленькие детали которые которые это предметы которые он как кружево там зацепилась как она отцепилась это кружево как сдрагивал пуф как какая лампа была и почему там какие были еще гостиная с розовым критоном и так далее такие мелочи которые наверное проскальзывали в общем всегда приятно встретиться с любимым автором и с вами тоже спасибо за задание слушаем задание это конечно автоматическое письмо я всегда все задания которые вы задаете пишу автоматически не раздумывая а то что приходит приносит мой ум приносит какое-то подсознание они откуда-то возникают здравствуйте я вам говорю здравствуйте это значит будьте здоровы живите не ищите меня в телесном виде вы найдете меня в другом состоянии когда и вам придется переступить эту черту мы с вами встретимся там за ней и будем говорить о тех смыслах что обрели в результате нового опыта я уже дважды заглядывала в эту тьму до это времени до этого времени находила много нового и выходя из длинного коридора типа серебряной трубы цилиндра внутри которой я плыла и в конце которой был виден свет и слышалось пение ангелов мне каждый раз приходилось хотелось сказать живите люди верьте в добро и красоту растите детей сажайте сады сочиняйте стихи и поэмы пишите симфонии находите радость в общении и любите друг друга я видела как прощалась жизнь моя девочка моя невестка это была страшная смерть когда временами она вырывалась из морфического состояния было очень страшно но я ухожу по-другому я ухожу из жизни в полном сознании я понимаю что ухожу что выполнила свою миссию на земле это великое счастье уходить в сознание может быть я буду дельфином ведь не зря я очень люблю море океан морскую стихию до свидания живите люди вот такой текст на раисы давайте дадим обратную связь как это нас на нас воздействовало или не воздействовало давайте мы мы работаем мы растем мы делаем свою практику кто скажет галина пожалуйста попросим вас здравствуйте здравствуйте у меня меня потрясение потому что если от текста елена у меня было ощущение что человек не готов и для нее и задание сама тема смерти врасплох да прям волнуюсь то раистин текст меня поразил потому что я в голосе мне выпала честь раиса второй раз комментировать и из-за того что я в прошлый раз была эмоционально втянута в ее текст сейчас я скажу что я услышала человека который абсолютно готов к смерти в я думаю что она проживает свою жизнь сразмеряя каждый свой шаг что она думает о том что я могу идти в любой момент и что после себя оставлю я в каждой фразе услышала абсолютное осознанное проживание жизни и в этом есть настолько большое величие не знаю мудрости величия и я хочу сказать спасибо большое раиса потому что ваш текст меня до глубины тронул и я знаю что такое клиническая смерть я смотрю здесь много таких людей среди нас и как-то мне однажды мой учитель психолог сказал о том чтобы да я теперь понимаю почему ты видишь людей те кто однажды заглянул туда у них есть понимание определенных вещей из них наверно писатели неплохие получаются спасибо раис я очень трону простите за волнение тем я все сказала спасибо гала да ваше волнение она очень ценно она передается поверх слов вот как-то и очень правильно было сказано что действительно этот мой быть этот опыт и делает из нас писателей ну как бы когда мы будем говорить о кавке я подробнее процитирую вот как бы кавка буквально так и считает что писатель должен своем тексте умирать но как бы не буквально а что вообще письмо и смерть это очень очень связанная вещь и именно смерть действительно гала абсолютно права и смерть в каком смысле делать нами нас писателями но я не буду отвлекаться позволю вас немножко заинтриговать в разговоре о кавке я подробнее коснусь этой темы вот сергей бондарев опять мы вас позовем в эфир но ощущение от текста раисы такое немножко напомнила позу можно сказать сколько видел смертей никто не думал о том что живите люди а все анализировали в основном тебя тебя или что какие-то рефлексы связанные с тем что остается с тем что это и представление себя уходящего скажем так то есть человеку уходящему без разницы на люди и так далее так далее он будет думать на мой взгляд о себе о себе и о своих о том что он оставляет я возражу гала написала не согласна туда заглядывают гала один раз второго раза второй раз предоставили только христу сергей а я хочу задать клиническая смерть это еще не смерть смерть у каждого одна сергей а вы сказали что вы вот сколько вы не не видели я видел несколько человек как умирают то есть и вот которые именно уходили они думали о себе последнее слово было или мама или ямку как сказала моя бабушка но никто не говорил я желаю вам люди здравствуйте всего остального хорошо хорошо спасибо сергей ну вот мы как бы такую непростую тему просматриваем простреливаем из разных позиций да как бы из разных перспектив из разного своего мироощущения из разного опыта поэтому это конечно не есть некая ценность до того чем мы здесь сейчас обмениваемся вот ольга чуносова тоже у нас сейчас в разговоре пожалуйста ольга проговорите как вы как как вы на тех строится отреагируете и как бы в нашу тему включитесь а я согласна сергея на сто процентов потому что все что я сейчас слышала и мы же не обсуждаем литературное качество текста правильно но обсуждаем его релевантность к смерти также я правильно понимаю задание ну мы сейчас говорим все что нам хочется сказать вот с точки я сейчас не хочу обсуждать литературные качества текста потому что я ваше задание восприняла очень серьезное и относиться к нему нужно так либо ты пишешь литературный текст либо ты пишешь свои собственные мысли и то как ты относишься к смерти это две совершенно разные вещи абсолютно потому что я видела смерть своими глазами я знаю как это когда убирают близкие люди у них нет мысли о великом пути светлом и так далее они умирают и очень сопровождается это разными физиологическими особенностями поэтому смерть должна ужасно и безобразно и люди не думают о том какие там ангелы ждут а а думают им просто всем очень страшно поэтому говорить о том что вот там как бы это совершенно две разные вещи потому что поэтому как бы литературный текст это один а чувство эмоций человека который умирает это совершенно другое и еще как бы я специально не писал а литературный текст потому что я считаю что но на самом деле очень некомфортно писать на такие темы вообще как бы не комфортно поэтому есть такое найти когда царапает душу когда то что ты начинаешь писать и не хочешь это вот практически как шотландская пьеса вы знаете что такое шотландская пьеса да вот поэтому не зря ее актеры играть не любят поэтому точно так писать о смерти не стоит лишний раз попросту вот это такое откровенное высказывание очень хорошо что так у меня очень откровенно я всегда откровенно ну вот это все очень это как раз очень ценно чё нам здесь кривляться тем более в такой теме поэтому такой разговор у нас вот здесь пошел ну а никто не вот я как бы хочу ответить просто на светлане бахтиной у каждого человек вы говорите вы видите только тела говорит о переходе души а все видят только тела от душа это понятие очень условное человек умирает вот он умер его больше нет и как бы насчет души никто не уверен на сто процентов а вот тело вот одно за этим больше ничего не существует вас просто нет поэтому насчет души все это очень условно а вот насчет тел это очень реально и это особенно касается тех кто связан там со своей там по жизненному опыту с военными действиями с работой каких-то в оперативных органах когда спецназе когда человек каждый день сталкивается со смертью и он видит эту смерть в реальности там не говорят о добрых вещах там просто люди умирают очень неприятно все я закончила спасибо большое спасибо ольга вам большое что вы как бы так вот высказались но я вижу что многих как бы тронуло поэтому пока чувство живое относительно того что мы как-то разговорились поэтому если кто-то хочет высказаться бориса пожалуйста в эфирном подключите любое действие как мне кажется оно должно иметь некую цель вот последние несколько разборов текста который прозвучал они фактически весь наш разговор увели от литературы увели от высокого ощущения понятия смерти вклинили его скажем некое психологическое и медицинское состояние вот и мы уже находимся как бы мне кажется не на литературном вебинаре а где-то среди первого или второго медицинского института вот то что было сказано о том что мы не видим душу а видим только тела и поэтому души нет но это наверное не совсем серьезное заявление потому что мы не все видим мы не видим тонких материй причем кто-то из них кто-то из нас видит а кто-то не видит и то что мы как бы не знаем о чем-то это не значит что этого не существует и вообще мне нравится что на первых вот на ранних вебинарах когда мы обсуждали произведения будущие романы у нас все время в нашем разговоре ну у многих были темы ведьм ведьмаков то есть все это вот нечисти каких-то случайных странных преобразований вот то есть от игр ума а вот на ваших андрей семинарах мы как-то ни разу не вспоминаем об этих странных скажем так вымышленных явлениях вот высокие темы которые нам предложены мы стараемся их высоко и решать тот текст который прозвучал конечно он литературе он несколько пафосин да но именно вот в отличие от скажем первого текста вот этого потока сознания елены да прекрасный текст но он как знаете как красивая такая стрела индейца он был очень личностный вот и эта стрела пролетела мимо меня я полюбовался но она меня никак не задела потому что весь этот поток создать сознание был ну абсолютно личностям а все-таки литература она пишется как наше слово отзовется вот а вот этот текст несмотря на его пафос и может быть некую театральность вот я думаю что каждый из нас проигрывал немножко и и себя вот в этих высоких категориях и получал от этого ну не то что даже удовольствие а некие уроки на соответствие или несоответствие вот мне кажется этот текст этим именно и ценен спасибо спасибо борис очень интересное выступление ну кто то у кого то есть еще чтобы мы закончили с текстом раиса и я мог бы дать ей слово спасибо за последнее слово во первых хочу сказать что у каждого человека свой стиль абсолютно и у меня такой стиль я так пишу я не могу писать иначе вот как идет моя мысль я ее так и записываю есть там пафос нету пафоса я пишу что думаю за позерство вот борису алексееву я хочу возразить никакой позы абсолютно не было у меня в горле стоял комок прямо когда я вспоминала все все события и описала записывала просто далее а самоубийцы до записка самоубийцы я самоубийстве никогда не думала может быть да вот сейчас я неправду сказала когда мне было наверное 13 лет вот в какой-то момент у меня появилась такая мысль когда меня обидели родители и я подумала вот сейчас бы я умерла и как бы они рыдали но я хотела видеть как они бы плакали о том что меня уже нету в этом мире вот вот и все это я говорю так как есть спасибо всем за оценку и за высокие оценки и каждый воспринимает по своему и у каждого свой опыт мы все сюда пришли абсолютно с разным опытом поэтому каждый пишет как как он в это время слышит свой ум свою душу и ну и себя спасибо большое спасибо раиса сегодня все равно было очень у нас непростое занятие поэтому несмотря на фокус в которой все собиралось тему смерти все равно пожалуйста в чате напишите какой-то субъективный момент который сейчас всплывает что особенно вас тронуло за дело просветило может был какой-то инсайд в сегодняшнем занятии такой чистый рациональный ваш личный момент буквально в одной фразе напишите что что было для вас сегодня по какой-то странной причине быть важнее всего пожалуйста чтобы я примерно представлял